всем привет с вами опять я stalker баннерщик нахожусь я как обычно в аномальной зоне а именно в доме на болоте так и сейчас я как бы можно сказать в раздумья в небольшом последнюю свою задачу ну который поставил для себя я выполнил то есть я покрасил себе как видите ну вы уже это видели но покажу еще раз ладно похвастаюсь почему бы нет в общем патра покрасила себе пистолет-пулемет мак-10 теперь он у меня такой же блин что-то на тут от цвета немножко отойти не на ту кнопку нажал вот так вот тут стану в общем такого же у меня теперь цвета камуфляжного как я как моя сайга в общем вот такой вот и как бы свою задачу которую сам для себя ставил я выполнил то есть а сейчас даже не знаю что делать да конечно мне нужно пройти какие-то квесты какие-то задания выполнить давно я не бегал по самой мон аномальной зоне охота просто побегать пособирать артефакты ну что-то что-то как-то последнее время я действительно очень много уделяю времени именно сбору артефактов если честно немножко под надоело потому что ну надо немножко отдыхать от этого ну я вот прибежал сюда вот в дом на болотах как бы тут ну не центр зоны но можно пойти тут и на север и на юг куда угодно в принципе я так подумал пойду-ка я ближе к пещере бандосов там можно если что и арты пострелять там арты пострелять охрененно сказал арты по собирать мутантов пострелять точно там есть и база где можно сдать эти все артефакты и честь части мутантов в общем решил я походится на мутантов пострелять просто так побегать по зоне потому что последнее время я что-то очень много времени действительно уделил сбору артефактов ну мне действительно деньги нужны были не но честно мне они сейчас нужны мне всего лишь 6000 с собой шесть тысяч не но я полностью экипирована у меня в принципе все есть патроны патронов конечно не особо много но хватит хватит я все-таки сталкер хоть с небольшим но опытом поэтому я думаю мне хватит по дороге подсобираю чего-нибудь продам в общем поднадоел 1 поднадоел после времени собрать артефакты не из-за того что там увеличились растраты на антират и все остальное то есть нет с этим у меня как раз проблем нет наоборот не так больше нравится то есть более приближена к реальности а то ну как это вообще последнее время бегаешь по аномалиям готова а тебя антират вернее не антират а радиация вообще не убивает ну кто смотрел мои последние видосы то есть до патча то есть прекрасно видел как я бегу по той же самой зеленке один раз уколовшись антирадом и пробегая по всем приобщем полям аномалиям и ни разу то есть даже не подхватив радиацию но это действительно это нереально потому что аномалии все-таки излучают радиацию когда ты по ним бегаешь они должны заражать ее то есть сейчас как сделали прям идеально вот когда после патча было да это было слишком прям небольшой перебор но тоже интересно было а вот на данный момент делали прям идеально то есть до радиации много но в то же время можно и аккуратненько если бегать подлечиться т.д. и т.п. в общем самое то что нужно можно сказать немножко повысили уровень сложности в игре и это большой плюс так ну что мы пойду я деревню белых но да не так все просто в деревне белых то у меня вар с ними у меня со сталкерами вар белым братством вар ну если с белым братством то вопрос в принципе не возникает если мне надо будет поднять у них репутацию там квестов у местного населения полно можно взять ну и соответственно репутацию по ней как нифиг делать но у сталкеров я тоже уже знал где можно поднять репутацию очень даже неплохо то есть если мне нужно будет поднять репу у сталкеров я подыму а так единственный минус это то что мне приходится облегать базу белого братства блин да я в зоне то же самое делу потому что там тоже нереальный блин минус был в репе но почему-то мне больше квест нравится от военных от сталкеров вернее тут не от сталкеров от военных от ученых от вороньего леса но они не дружат вот с такими коренными все-таки ученые военные и наемники они как бы пришли до из так судить по по изону онлайн ну как бы все логически рассудить но других тут как бы нету тут есть коренные да но почему-то у коренных вот если посмотреть что тут коренные ноль пришли и ноль то есть беженство ну в общем коренные пришли почему-то тут не не работает репутация этой фракции не знаю ну скорее всего не доделана может быть в дальнейшем доделают ладно отбегаем в общем делим белого братства мне там делать нечего ну а чё там что-то купить мне денег не что-то продать там нет этого скупщика то есть продать там принципе нереально пойду-ка я лучше к бандосам бандосов сейчас положительно репа ну не такая же прям офигенная крутая там там 500 с чем-то 600 но уже как-то мне ближе душа к бандосам лежит чем допустим белому братству там и поля аномалии есть можно походить можно и мутантов пострелять от души и как я говорил уже есть база где можно все это продать то есть в принципе там идеальное место пострелял пособирал продал пострелял пособирал продал . сохранение есть ну все там есть не знаю я просто последнее время как-то особо не ходил туда но потому что для меня единственная проблема была там продать то есть вроде там насобирать там много чем можно продать вот а потом когда разрабы сделали то что можно на основных базах таких продавать то есть там и доктор есть и ремонтник есть и скупщик какое-то время же назад этого же не было то есть появилось не так уж это давно это вот после какого-то патча не помню может быть месяца два назад кажется если не ошибаюсь я просто этой фишкой не пользовался теперь как-то я один-два раза продал уже понял что там и цены хорошие почему бы нет поэтому решил какое-то время потусовать вот так сказать на севере на серию этой зоны на севере локации окрестноте любите почему бы нет насколько можно отвисать на везувии ну да там хорошо там и артефактов полу ну то что тут я убью нет знаете многим сталкером нравится да ё-моё блин многим сталкером нравится стоять на одном месте ждать когда мутанты отреспится их убивать я допустим вот такой процесс вообще не люблю и для меня это самое блин сложное можно так сказать мне проще блин по всей зоне пробежаться разочек даже два три раза чем встать на одном месте ждать когда мутанты появятся чтобы раз за разом их убивал поэтому я особо вот такие квесты не люблю а вот что-то бегать собирать там да вот это по мне то есть как настоящий сталкер бегу собирает что-то все же прекрасно знает настоящему сталкер нельзя оставаться долго на одном месте зона убьет или мутант убьет или бандоса с военными завалят поэтому сталкер должен постоянно ходить в движении постоянно бегать что-то собирать постоянно выполнять задание ну в общем крутится но соответственно зарабатывать деньги покупать себе круче оружие круче амбудирование так сказать киперовку крутую а вот стоят на одном месте тупо стрелять мутантов и называть это словом я качаюсь этом блин мне вообще не все передергивает это слово я качаюсь но блин я не знаю в игру ты приходишь играть для удовольствия хотя не спорю может быть действительно кто-то от этого получает удовольствие то есть стоять так вот и качаться но вот лично для меня это ужас я в игру пришел получать удовольствие получить немножко может быть ее кабанами только не хватало тут где-то скотина не вижу тебя еще отвержены хрюкать научились что так что для меня в stalker и приоритет игра сама а вот прокачка все остальное ну будешь ты играть в удовольствие себе рано или поздно ты прокачаешься у него не ну 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 немножко отойти чё там блин еще да ладно кабан блин кабан дед хрюкать меня он прям вообще прям убивает ну тут отвержены такие нормальные не то что вы зоны но хотя да причем из зоны тут и оружие другое поэтому тем более она мне прокачена чё я прям про это говорю я и мутантов остальных валю на раз-два раз уж медведя с собой мы валю как нифиг делать чё же мне блин эти отверженные можно повыделываться поставить пистолет-пулемет ну а чё я зря не зря чуть я прям она действительно между даю артефакт собирать а теперь валим нафиг немножко отойдем так главное не суетиться так ну вроде всех завалил до нормалек так пойдем дальше всех убьем чё они тут бегают уродцы иди сюда не пистолет-пулемет нормально вот я бегал со скорпионом с узи с узи какое-то время бегал ну узи то вообще беспонтовый он продается же на вокзале у него разброс такой ну в общем узи конечно нет если уж покупать пистолет-пулемет надеть 19 пулей то конечно да лучше маг брать вот я взял маг и не жалею намного лучше скорпиона конечно намного лучше узи чё там еще ну глок можно в принципе 18 сравнить в какой-то мере с пистолетом-пулеметом уже очереди стреляет ну в общем я остановился на маке на данный момент для меня это офигенно тут и кстати раз не был офигенный пистолет-пулемет то есть как дополнительное оружие он очень даже хорош да блин туда шторы висят офигенно в общем очень даже он хороший теперь бегу с ним а почему бы нет блин а я здесь ни разу даже не был ничего не туда интересно ну блин забежать по стольким местам пробежаться тут вот по лестнице поэтому в зоне такого вроде нету там просто зайти можно на этом ну по лестнице по внешней наверх на второй этаж и все хотя чё говорить в зоне даже нет подъездов stalker онлайн подъездов то тут угол гоблин нормально в подъезд зайти можно считай мини-локация ладно не будем про плохое будем только про хорошее лан где оказался а я вон с какой страны так ладно пойду я до укрепки добегу до укрепки ну до костра сохранюсь там зайду в пещеру к бандосам но не особо там чем это не купить не продать мне особо ничего там не нужно потому что у меня не денег нет не продать ничего чтобы что-то продать мне сначала нужно что-то собрать поэтому так как у меня сколько батареек ну давай двести шестьдесят пять нормально весь опять батареек дайка здесь немножко посижу отдохну поем и пойду в аномальное поле сбегу и посмотрю соберу там артефакты ну если конечно что-то найду ну а потом уже можно идти продавать сейчас одимся отдохнем немножко так ну все отдохнули немножко перекусить надо попить водички ну да кстати так я иду сейчас в аномальное поле нужно анти рад использовать вов да отлично так ну чё мы тут ну я готов пойдем соберем артефакты после патча очень много народу не очень много но я заметил что какая-то часть перестала собирать артефакты ну может быть новички может еще кто-то ну да радиация стала сильнее ну даже не знаю ну сталкеры приспособиться конечно в общем к чему я это веду стало больше артефактов но не потому что конечно они больше их стал потому что меньше народу стал собирать со временем конечно сталкеры привыкнуть к этому что радиации больше будут больше анти рада брать будут экипироваться может кто-то лучше может кто-то не будет так глубоко заходить по краям ходить ну в общем я заметил что после патча до стало больше артефактов но скорее всего из-за того что просто стало меньше народу их собирать ну какой же сталкер перестанет собирать артефакт если кто перестал собирать то это явно был не сталкер нормальный сталкер никогда это не позволит себе сделать сталкер для чего вообще в зону приходит ой и от метку сталкер приходит зону за деньгами за деньгами и за артефактами ну соответственно артефакт приносит деньги ну да а многие приходят постреляться повоевать из каких-то убеждений своих там защитим мир от зоны т.д. и т.п. ну такие личности идут в долг а я как обычный сталкер я пришел в зону за острыми ощущениями так сказать за деньгами за артефактами да заработать тупо заработать вот и все ну и конечно познать главную тайну зоны если конечно она есть так блин попал эту чесотку ненавижу эту анамалию ее не видно нифига но потом вот это болтание головой прям ужасно так чё тут у нас по верху по верху пройтись там марева ладно посмотрим что да как тут вообще после действительно после патча сказать после патча можно так патч сравнить с выбросами то есть глобальными с такими то есть выбросы время от времени в зоне происходят а вот патч можно так сказать сравнить с большим таким глобальным выбросом то есть можно сказать что недавно был выброс такой сильный и вот теперь я изучаю новые поля анамалии хоть они как бы и на старом месте располагается но больше радиации вот сейчас бегаю изучая смотрю что да как так сообщение на пда сталкера пришло так ладно что то пусто пусто пока даже марева хотел сказать даже марева нету и тут вот оно блин ну вот без марева ну куда же без марева без марева в нашем деле никуда ну подберем марева почему бы и нет опа что то я тупанул в общем немного и не успел нажать кнопку ладно попробуем еще раз ну я в зоне давно не был долгое время проводил за периметром сейчас вот так вырвался все таки конечно долго когда в зоне не бываешь навыки теряются теряются навыки соответственно не сразу привыкаешь ко всему так стопы мне нужно 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 антирад принять я и забыл уже что нужно время от времени колод с антирадом так ладно пойдем дальше а где я иду сейчас я вообще а я только в воде это мне самая пика аномалии вот тут вот а ну еще нормально главное чтоб там сталкеры до меня не пробежались а так сам понемножку по чуть-чуть я все это пройду посмотрю у меня сейчас с тобой два контейнера если что найду ну если мне конечно прям очень повезет найду что-нибудь путевое а вон сталкер там бегает ну да не факт что я что-то путевое найду ну и не факт что он что-то путевое не пропустил так что это же зона сейчас есть через пять минут уже уже нету или появилась опять ладно не буду загадывать но если что-то путевое найду сбегаю продам тогда сразу даже в контейнер класть не буду в общем посмотрим не буду загадывать так он откуда прибежал оттуда пойду-ка я сразу наверно вот сюда я смотрю там кабан бегает значит там он не был если бы он там был сталкер то кабан бы не бегал а может он что путевое нашел почему бы и нет правильно ну решил быстренько быстренько до базы добежать логично ну логично блин ну а я нашел только одно марево это что-то вообще беспонтово так ладно вот тут сейчас эти елочки тут вокруг них скопление аномалии большое кокушник да заберу кокушник нужен вокруг них и дальше на склоне там полно аномалий ну если ничего не найду то марио то мне погода не делает пойду тогда постреляю мутантов почему бы и нет в пещеру паукана сбегаю хотя у меня патронов то нет нифига действительно куда я собрался патрон то ладно их можно купить это не проблема дело в том что у меня и денег нифига то нету вот в чем фишка у меня сколько там денег то шесть тысяч офигеть я в ходку с такими деньгами давно не ходил ну просто все деньги потратил а что-то новое не ну я немножко подзаработал конечно вот марио еще подберу ну я на ремонт потратил там на патроны на экипировку в итоге нифига ничего не осталось а сейчас нужны деньги опять на патроны ладно марио конечно погода не сделает но это еще не конец тут еще куча аномалий и будем надеяться что-нибудь путевое я найду а я вон где бегу сейчас можно будет наверх подняться поверх пробежаться ну что то прям вообще реально блин артов нету ну сталкер то отсюда бежал не факт что он тут все не собрал ну почему бы и нет бывает везет бывает нет это зона это да не все должны везти а бывает сходки прям нормально артов притаскивал а бывает вообще ничего а бывает даже не ходил по арте а просто там бежал там какой-то квест выполнял или задание торговца ну и по дороге насобирал так что блин неплохо заработал в итоге ну а вот сейчас мне немножко не везет всего лишь два марио да марио это неинтересный арт ну вот более-менее интересно ну кстати здесь можно то особо не париться добежать до ключевой точки вот тут домик недалеко есть там отдохнуть подождать какое-то время а потом пробежаться еще раз по полю может быть чем-то найду почему бы и нет не конечно можно пойти в пещеру паукана мутантов пострелять немножко зон так сказать почистить от мутантов но для этого нужны патроны и деньги денег у меня нет поэтому так ну чё у меня есть два марио на один экран да один экран но это маловато чтобы идти продавать это да это действительно мало да ну можно конечно еще мутантов пострелять ну это это тоже части мутантов это мелочь ой ой жарко что ж в тебе нету экрана то ой химические аномалии ну прям так я наверное сейчас сделаю просто здесь побегаю здесь в принципе местность такая неплохая вот около этих елок тут все подряд есть но я смотрю там где-то сталкер бегает тут все аномалии активированы почему-то ммм добегут до домика который тут вот недалеко пижма нету не полезу там посижу отдохню сохранюсь ну в общем бы нет а потом через некоторое время пойду пробегусь еще по этим аномалиям тут местность очень даже хорошая ну сегодня вот мне не повезло именно сейчас тут сталкеры бегают тоже и я же один тут в зоне одному было бы тяжело прикиньте сколько мутантов если бегать одному вот сталкеры бегают друг другу помогают так и мутантов убивают а это если одному бегать по зоне это ужасно не ну артефакты конечно можно сказать все твои но мутанты тоже все твои так у меня 152 заражение радиацией надо что надо надо антирада хапнуть так все в домик бегу сейчас вот тут посмотрю что тут как так в домик 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 здесь мне надо вот так вот вопа вот такой поворот делать ага так все погнал я короче в домик там посижу отдохну подлечусь от радиации ну и продолжу похождения потому что здесь такое место очень даже неплохое я тут какие только артефакты не находил ну и краны подушки стабилизаторы резины щиты марио то есть тут все артефакты есть то есть все стандартные альфа артефакты которые обычно можно найти в обычных стандартных аномалиях ладно посижу отдохну немножко ну а с вами сталкеры наверное попрощаюсь ну потому что уже время позднее скоро будет темно какой же сталкер лазит по ночам по зоне сталкеры отдыхают в это время я с вами попрощаюсь до следующего встреч увидимся конечно в зоне еще всем пока пока пока